Друзья, вот, помните, я вам раз показывала, да, по-моему, как раз вчера, вот возле этой машины крутился наш паркинмен, он ее со всех сторон сфоткал, и вот посмотрите, сколько он ей тикетов, это называется чардж, вот они, видите, раз-два, и вот с той стороны еще три. Вот он ей три штрафных тикета прилепил, называется, поздравляю вас, вы вот и приплыли, дорогие друзья, помните эту машину, помните этого красивого, прекрасного мужчину, который тут крутился возле нее, ну и вот сегодня я Иду опять мимо гуляю, и вот вам, пожалуйста, такие дела. Кстати, вы знаете, вот он не зря ходил вокруг нее, и он ее тут со всех сторон фотографировал. Вот, судя по номеру, вот это 02, номер у них, я вам расскажу. Это значит, что эта машина 2002 года рождения, то есть ей уже сколько? 15 лет, да? Это 15, да, правильно? Мало того, вот видите, у нее случился, у этой симпатичной машины, ауди, это как вы видите у нас, у нее случился какой-то, видно, коллапс, видите, вот она очень даже сильно разбита. Это я уже сейчас заметила, думаю, что он тут бегал, вокруг нее заглядывал. Вот видите, у нее весь бампер разбит, вот, и тут, и там. Так вот, что хочу сказать по этому поводу. А вот у нее даже и колесо спущено, видите? Ну, то есть с этой машиной, конечно, какие-то проблемы. Так вот, я не знаю, я буду, это мое только предположение, я буду гулять тут, может быть, посмотрю, что дальше случится. Ну, вот, что я хочу сказать, что, вы знаете, бывают такие проблемы, если у людей, вот он разбился, я показала, он сзади разбит, впереди разбит, и вот он тут парканулся, а может быть, знаете, ну, он или она, я не знаю, и может быть, знаете, мое предположение такое, что машина старая, а здесь, вы знаете, машины можно купить очень дешево. Это тоже такая история довольно интересная. Очень замечательная машина, прекрасная, можно дешево купить. Вот продаются даже за 700 фунтов чудные машины, 4 года у них, 4-5 лет машина всего возраста, и у нее там пробег, может быть, 40 тысяч миль. И вот она стоит 700, бывает, даже за 500 продают. Вот, и то есть, понимаете, вот бывает, что человеку даже, чем ее ремонтировать или там что-то, ему, может быть, и не захотелось, а куда ее утилизировать. И вот я знаю, бывают такие случаи, что просто машины бросают вот так вот на улице, и, в общем, к ним вообще потом не возвращаются. Ну, это, конечно, чисто мое предположение, я не знаю, что случилось с этой машиной, но вообще-то, конечно, судя по тому, что ей там еще вот этих штрафов налепили, я до этого не обращала на нее внимания, может быть, они уже там не первый раз, почему он на нее так долго и смотрел, и фотографировал, что все-таки столько много. Но обычно, если человек опоздал на один раз, то он, конечно, столько много себе не заработает штрафных санкций. А это, значит, уже машина, может быть, брошена была. Вот так, друзья. Вот еще один у нас такой старинный пап. Семен Армс. Семен. Практически русский парень наш. Вот такой вот. И уже сейчас вечереет у нас, поэтому вот тоже зажег уже свои подсветочки такие. Они, кстати, вот на экране, я смотрю, смотрятся намного интереснее, чем вот на самом деле. А еще вот, если вам видно, вон, видите, наверху дым из трубы. Но я не о том, что за него надо платить, а я о том, что вот все-таки кто-то еще камины топит. Это настоящий камин кто-то топит. Дровами. В основном здесь камины топятся дровами. Угля здесь в помине не бывает. Ну, в общем, друзья мои, и все, наверное, на сейчас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok